МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Лариса Витальевна Балахнова, генеральный директор компании «Примполимер». Здравствуйте, Лариса Витальевна. Алексей Анатольевич Дешпит, финансовый директор компании «Примполимер». Здравствуйте. И Антон Аркадьевич Дубровин, коммерческий директор компании «Примполимер». Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас у нас в студии. И для начала расскажите чуть-чуть подробнее о своей компании, что она производит. Нам интересно узнать о вашей продукции. Наша компания производит, как вы уже сказали ранее, полиэтиленовые трубы для водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. В общем-то, результат действительно скрыт под землей, но людям он необходим. С нами работают в основном компании строительные и эксплуатирующие организации, такие как водоканалы, газовики, тепловики. Ну вот, вкратце о нашем предприятии и все. А где сегодня, в принципе, еще используют полимерные трубы и главное, в чем их преимущество перед чугунными и металлическими, привычными нам изначально? Ну, в основном, все-таки, наша продукция, как Лариса Витальевна уже заметила, применяется для эксплуатирующих организаций. Это те, кто подают в наши дома воду, тепло, да, и отводят водоотведением, занимаются. Вот, соответственно, наша продукция поставляется на территории Дальнего Востока. То есть, мы не замкнуты в рынке Приморского края. То есть, Камчатка, Магадан, Амурская область, Хабаровск, Логовещенск. Ну и, соответственно, наш Приморский край любимый. Вот, ну, основными потребителями, конечно, это водоканалы являются, то есть, те, кто занимается обеспечением потребностями воды в дома. Но, также, строители, непосредственно, кто проводит газ сейчас по программам газификации Дальнего Востока, активно идет развитие. Соответственно, мы поставляем трубу туда. Сахалин-1 проект, Сахалин-2, Сахалин-3. И сейчас Сила Сибири активно газифицируется. Хабаровский край, ну, до Приморского края, к сожалению, еще далеко, наверное. То есть, основные объекты жизнеобеспечения газифицировали. Это ТЭЦ наши, да, любимые. В ближайшем будущем будет газифицировано, надеемся, и потребители Приморского края. Ну, и водоотведения. То есть, соответственно, сейчас, на самом деле, изношенность сетей, именно что связано по водоснабжению и водоотведению, наверное, процентов на 80. Соответственно, вот, потребность в нашей продукции очень сейчас острая. Ну, есть ряд, конечно, проблем. То есть, бюджеты дефицитные, наверное, во всей России, соответственно, и в Приморском крае. Ну, и решить проблему в одночасье замены всех сетей, наверное, будет невозможно. Вот, ну, мы стремимся, помогаем, чем можем, нашим водоканалам любимым, муниципалитетам. То есть, стараемся исправить сложившуюся ситуацию. У меня, как у обывателя, если позволите, возникает такой, наверное, вполне адекватный у данной ситуации вопрос. Ну, все мы видели во время ремонта труб, как вы говорили, изношенных практически на 80%. Насколько они грязные, ржавые, на них скапливаются различные осадки. Я так понимаю, что полимерные трубы, они как раз-таки обладают теми свойствами, которые не позволяют скапливаться этому всему. Я правильно, да, понимаю? Ну, на самом деле, да. То есть, получается, полимерные трубы меньше подвержены обрастанию, то есть, да, налипанию всех возможных изделий, текущих по нашим трубам, потому что, честные, наши работают очень плохо на самом деле. Но самое, что главное в полимерных трубах, то, что они не подвержены коррозии. И наряду с металлическими трубами, да, срок службы намного больше, то есть, порядка 50 лет. На самом деле, до сих пор не изучены свойства полиэтилена и сколько они могут пролежать в земле. То есть, металл, мы уже знаем, 10-15 лет, и он начинает ржаветь. Полиэтилен, в силу того, что он применяется, ну, порядка 15 лет, 20, может быть, да, он еще не выдал свой максимальный срок эксплуатации. Поэтому здесь большой плюс полиэтиленовых труб. А если говорить о низких, об очень низких или об очень высоких температурах? Ну, на самом деле, получается, наша продукция, да, она применяется под землей, укладывается, если она уложена правильно, то она укладывается на глубину промерзания, соответственно, она не подвергается перепадам температур. То есть, у нее стандартная температура под землей, поэтому здесь, как бы, температура не влияет на трубу. Здорово, чисто, хорошо, а главное, что долго, много лет можно с хорошими трубами жить. Давайте перейдем, наверное, к истории компании. Мне бы хотелось немножечко, чтобы вы рассказали об этом. Потому что, насколько мне известно, 6 лет назад всего лишь на ее месте был пустырь и коровник. Да, это так, действительно. И как вам удалось в столь короткие сроки вырасти до такого мощного предприятия? Ну, все истории успеха похожи одна на другую. Мы много работали, у нас получилось. На самом деле, мы сделали ставку на работу с потребителем, то есть, людское общение. То есть, еще 5 лет назад все было довольно достаточно просто. Кто первый дошел до потребителя и объяснил ему преимущества своей продукции, тот в результате получил и контракт. К сожалению, технологии нас настигли. Сейчас общение абсолютно обезличено через компьютер. 44-й, 223-й ФЗ. То есть, зачастую мы не встречаемся со своим покупателем никогда. Выиграли тендер, поставили продукцию, получили деньги. Ну, открытку на Новый год обычно отправляем. То есть, вам не хватает именно непосредственного прямого общения с вашими клиентами потенциально? Не то, чтобы сейчас нам не хватает этого общения, а просто поменялась ситуация. Я думаю, что в настоящий момент повторить историю этого успеха было бы гораздо сложнее. Возникает вопрос, насколько большой у вас коллектив? Я имею в виду всех. И рабочих, и ваш состав директорский. И сегодняшний день на предприятии трудится 56 человек. Не знаю, велик этот состав или нет. Но на сегодняшний день потребность у нашего предприятия в кадрах существенная. И хотя мы предлагаем достаточно достойный уровень заработной платы, тем не менее, соискать или найти на некоторые должности – это большая проблема. Потому что квалифицированного персонала, как выяснилось, по-моему, вообще нет. В свое время страна выпустила миллион бухгалтеров, экономистов и юристов. И почему-то забыла о том, что нам нужны токаря, нам нужны слесаря, что нам нужны наладчики. Но вот скажу, что мы начальника производства уже полгода ищем. Несмотря на то, что уровень заработной платы достаточно достойный. Найти не можем. Те люди, которые приходят и поддают резюме на эту вакансию. Но, как правило, я ни разу не услышала, что я вам что-то дам. Всегда слышу, что «а что вы мне дадите?». То есть я предполагаю, что люди просто не соответствуют своим каким-то заявляемым требованиям. Потому что был уже печальный опыт. Берем человека, потом через 2-3 месяца мы не можем его уволить, связи с тем, что законодательство нам это запрещает. И потом, то есть вроде как и должности не соответствуют. И приходится как-то договариваться уже, что давайте мы, наверное, расстанемся как-то. Вы же понимаете, что не справляетесь. В связи с этим мы очень боимся прихода крупных проектов, Торы, Свободный порт. Потому что с их приходом мы можем лишиться тех крупиц золота, которые мы намыли за 6 лет. Мы будем надеяться, что появятся, может быть, действительно специалисты наконец-то. И никто не будет испытывать в них необходимости и делить их пополам, рвать на части. Ну, это на самом деле надежда очень слабая, что они появятся вдруг откуда-то внезапно. Если будет стратегия развития, тогда они будут. Но пока у нас со стратегиями все не очень хорошо. Сейчас, конечно, все об этом говорят. Экономическая ситуация в стране, к сожалению, далеко не самая лучшая. Прогнозы, честно говоря, никому не известны на самом деле. И мы говорим о том, что вы успешно успели за 6 лет развиться. Но, тем не менее, наверняка кризис повлиял все-таки на работу компании. Расскажите, как продолжаете работать в условиях кризиса? Может быть, у вас есть какой-то секретный ингредиент? Как продолжить, как быть на плаву в такой сложный период? На самом деле, наверное, в условиях кризиса основная задача – это искать потребителей. Все равно они есть. Да, спрос упал. И, опять же, как вы сказали, что бюджеты, наверное, стали пустыми. Соответственно, а мы все-таки, наша сфера – это строительная сфера. И зачастую, наверное, процентов на 90 даже, она связана с бюджетами. Муниципальными, краевыми, федеральными. И, соответственно, коль бюджеты стали пустые, соответственно, спрос начал падать. То есть ищем коммерческие стройки. Хотя зачастую и в коммерческих стройках тоже инвесторы опасаются нынешней ситуации в стране. Но это, наверное, не самая главная проблема для нас. То есть сейчас, как уже сказали про федеральные законы, 44-й федеральный закон и 223-й федеральный закон о закупках. То есть сложилась такая ситуация, что заказчик выставляет свои требования. То есть мы должны идти на них, соглашаться или не соглашаться. То есть если мы не соглашаемся, мы не участвуем в аукционах. Если соглашаемся, то мы их выполняем. Но со стороны заказчика, это вот последний год, наверное, тенденция последнего года, желание не исполнять свои обязательства. То есть продукцию мы поставили, они прописали условия оплаты. Ну и считают нужным, что можно это не исполнять, то есть не платить. Но у нас система арбитражных судов такая, что проходит очень большое время, пока эти долги взыщешь. То есть зачастую это год, полтора, два. И, соответственно, теряется вот этот вот оборот средств. И вот это, наверное, большая проблема, чем нежели падение спроса. Я добавлю немножко по поводу того, как вызывать в условиях кризиса. Помимо сохранения клиентов, о чем говорил Антон, мы занимаемся диверсификацией. Мы не стоим на месте. Мы пытаемся запустить новые продукты, предложить рынку что-то новое, чего не было до этого. Мы пытаемся использовать все доступные инструменты в этот период, финансовые, клиентоориентированные, производственные, для того, чтобы уменьшить издержки, увеличить выручку. Только так можно пережить кризис. Один из негативных моментов, связанных с обезличенным общением с покупателем, это то, что покупатель не имеет достоверной информации о качестве произведенной продукции. То есть, когда основным критерием является цена, очень часто производители этим злоупотребляют и поставляют некачественную продукцию. В последнее время участились претензии, в том числе и к нашей продукции. То есть, мы значительно усилили свою службу качества. Мы доукомплектовали нашу лабораторию, которая сейчас отвечает самым современным стандартам. У нас в штате есть два технолога, которые работают и проверяют абсолютно все от и до. Служба качества. Вот, к сожалению, до потребителя через 44-й и 223-й ФЗ довести это очень сложно. Я правильно понимаю, что в период кризиса этим особенно злоупотребляют? Да, конечно. Представляете, стараются удешевить материалы, которые закупают для производства? То есть, нужно быть более внимательным? Да, особенно обидно слушать это от клиентов, которые говорят, а вот там дешевле, ты нас обманываешь. Ты нас обманываешь, ты дорого продаешь, много хочешь. Ну, приходится как бы говорить, что ну все, вы поймете. Ну, собственно, купите дешевле, потом придете, заплатите второй раз просто. Народные поговорки никто не отменял. Скупой платит дважды. А их не просто так придумали. Конечно. То есть, вы все-таки, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не экономите конкретно на сырье, из которого производите? Мы почитаем недополучить какую-то выручку и недополучить прибыль, чем поставить некачественную продукцию, потому что, как показывает опыт, репутация, она превыше всего. Если ты однажды поставишь некачественный продукт, то потом это тебе может оухнуться впоследствии. А что еще вы можете выпускать и предложить клиентам, помимо этого? На самом деле, помимо труб, мы предлагаем комплексное решение, выполнение потребностей заказчика в комплексе. Помимо трубы мы предлагаем комплектующие, задвижки, насосы, фланцы, соединительные детали. Это один момент. Второй момент – это продукция, связанная с выпуском полимерного листа. Да, вы правильно в самом начале отметили, что мы единственные производители листа. Мы делаем изделия различные из этого листа. То есть, пока рынок достаточно маленький, но тем не менее мы предлагаем свою продукцию. Если говорить о потенциальных клиентах, для которых вы можете создать некие изделия, о которых вы говорите, кто это может быть? Помимо тех, кого вы перечислили, с кем вы сегодня уже работаете? Любое частное лицо может быть нашим клиентом, потому что на сегодняшний день активно развивается малоэтажное строительство. И, наверное, проезжаете и видите, что в связи с тем, что сейчас государство выделяет и многодетным земли, и гораздо проще сама процедура стала оформление получения земельных участков. То есть, очень много людей занялись, так скажем, обустройством своих личных домов. И, соответственно, когда они обращаются к нам, мы готовы предоставить им весь спектр, начиная от накопительной емкости и заканчивая канализационными трубами. Действительно, интересно, вот тему тоже вы затронули сегодня. Проезжая, можно увидеть вывески, где говорят о доступном жилье, из доступного материала. То есть, вы как раз тот потенциальный человек, потенциальная компания, с которой можно проконсультироваться по поводу вот таких вот, например, материалов даже для молодой семьи. Это будет, я так понимаю, более выгодно? Конечно, конечно. И качественно, да? Безусловно. Зачастую на самом деле люди и звонят, то есть, да, это в основном частный сектор, не строительный сектор, да, и консультируются у наших менеджеров, специалистов, да, как можно сформировать там систему ту или иную, там, канализационную, либо трубопроводную, водяную, вот, и как можно это сделать дешевле. Потому что подрядчики, да, пытаются свою выгоду, чем больше людям наобещал, больше сказал, тем больше продал, вот, мы стараемся людям доступно все объяснить и доступно это сделать, то есть, на самом деле. Поэтому люди, как и частный сектор, обращаются к нам напрямую, то есть, не минуя подрядчиков, которые будут строить им непосредственно объекты. У меня сейчас сложилась такая картина, да, если я правильно поняла, то есть, компании, в принципе, можно поделить на две категории. Те, кто исключительно предоставляют материалы и не могут подсказать, да, как с ними действовать дальше, что с ними делать, а вы та компания, которая не только предоставляет качественные материалы, но и при этом, скажем так, соберет их под ключ, да? Да, на сегодняшний день мы предоставляем услуги, когда мы свариваем, укладываем, ну, в общем-то, под ключи, сдаем объекты. Консультируем, продаем. Консультируем, устанавливаем, еще и открытку на Новый год посылаем. Полный комплекс услуг. Как складываются ваши отношения с региональными властями? Расскажите, давайте порассуждаем на эту тему. Да, власти ругать у нас очень модно, и плохому бизнесмену больше всего мешает, конечно, власть. Но, наверное, это неправильно, потому что действительно пытаются сделать, действительно предоставляют инструменты для бизнеса, их достаточно много. Помимо модных режимов свободного порта и территории опережающего развития, существует масса инструментов, таких как субсидии, льготы для предпринимателей. То есть нам удается этим пользоваться на самом деле. Единственная, конечно, проблема это то, что все эти инструменты, получение этих инструментов, это заслуга, скорее, предпринимателя, а не власти. Потому что налоговая, таможенные органы и прочие, контролирующие, этих очень много, и они все пытаются контролировать, сколько предприниматель заработал, сколько с этого получить. А тем, что можно дать предпринимателю, занимается один чиновник какой-нибудь районной или городской администрации, у которого помимо этого еще тысяча проблем. То есть предприниматель должен сам понять, какие инструменты он может использовать, заявиться на эти инструменты, договориться с чиновником, потому что чиновнику необходимо запланировать деньги в бюджете. Ну, в результате все получается, надо просто этим заниматься. Помимо этого есть инструменты, такие как общественные организации. То есть мы, наше предприятие сотрудничает с общественной организацией «Деловая Россия». То есть общественные организации это, по сути, как бы маленькие лобби, которые объединяются для решения каких-то тех или иных вопросов. Я могу рассказать об успешном опыте проекта «Сделано в Приморье». То есть целью данного проекта является информирование широкого круга населения, так и исполнительной власти о продукции, которая производится на территории Приморского края. И конкретно о производителях. У нас уже есть положительный опыт общения с администрацией Приморского края. Нас понимают, нас поддерживают. Уже поняли, в конце концов, региональные власти, что налоги, которые мы платим в том числе, они должны оставаться на территории Приморского края. Соответственно, бюджет, мы платим налоги, бюджет должен купить у нас продукцию. И от этого всем хорошо, соответственно. От этого всем, безусловно, хорошо. И самое главное, что этот опыт есть. Мы будем этим дальше заниматься. Мы будем продвигать нашу продукцию приморскую. То есть, поддерживайте Приморсов, покупайте свое. Хочется очень узнать о ваших планах. Я думаю, что они есть. Все-таки вы продолжаете стремительно развиваться, несмотря ни на какие преграды, которые всегда найдутся. Расскажите, что в планах. На самом деле, мы, конечно, не так стремительно, как хотелось бы развиваемся. Но, тем не менее, мы запустили ряд новых интересных продуктов. В том числе, такое, как всем известные теплые полы. На текущий момент, то есть, 100% трубы для теплых полов на территории Дальнего Востока – это все импортная продукция. Китай, Корея, Германия. То есть, сейчас есть отечественная труба, родная, приморская. Уже уложено несколько сот километров буквально за сезон. Мы, в общем-то, этим немножко гордимся. Дальше мы запускаем новые виды трубы. То есть, это уже специфика как бы пошла, то есть, для профессионалов. Но мы не стоим. То есть, планируем развиваться дальше. Ну, я, да, конечно, я хотела поддержку сказать. Мы в позапрошлом году, и в прошлом году, и в этом году постепенно, поэтапно закупаем оборудование. Как сказал Алексей, конечно, невозможно самим объять все необъято, потому что хочется много, а, как бывает, денег на все не хватает. И в данном случае, еще раз хочу поблагодарить, действительно, наши власти, которые выделили субсидии. И мы в течение двух лет получаем эти субсидии в полном объеме. Но они являются, действительно, поддержкой для предпринимательства. Поэтому хочется вот спасибо сказать властям. Мне также хочется добавить от себя, чтобы и покупатели, и власти, да, может быть, прислушались и в очередной раз поняли, что выгоднее работать с нашим производителем. Выгодны и покупателю, и всем остальным, и в том числе, конечно, и производителям, которые будут только стремительно развиваться, расти и давать нам качественную, новую, интересную продукцию. Несомненно. Не могу не попросить вас напоследок поздравить наших телезрителей с Новым годом, с наступающим. Ну, Алексей, у нас есть стихи. Мы без стихов просто скажем, что всего вам самого наилучшего в следующем году, в наступающем. Мы вас всегда готовы обеспечить качественной продукцией. То есть с трубами вопрос уже решен, остальное мелочи. И с теплыми полами, да? Да, да, да. Хочу попросить каждого из вас все-таки. Ну, тоже хочется поздравить наше население с наступающим Новым годом. Ну, коль у нас специфика трубная, пожелай, чтобы трубы не бежали, чтобы протечек не было и тепло в доме было. Вот. Ну и, конечно, поменьше разочарования, огорчения, побольше радости, счастья, добра, любви. С наступающим Новым годом. Тоже от себя хотел бы поздравить и от компании наших граждан, жителей Приморского края с наступающим Новым годом. Пусть в следующем году сбудется все то, что не сбылось в этом году. И любовь, и мир придет в дом каждого. С наступающим еще раз Новым годом. Спасибо вам за теплые слова, за хорошие добрые поздравления. Я желаю вам тоже в наступающем году развития, больше клиентов, поменьше преград и успехов во всем. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин